Здравствуйте, ребятушки и девчатушки! Рад вас приветствовать на своем канале Жук в Муравейнике. С вами ученик 7-7, он же дядя Саша. Великий и ужасный, и мы продолжаем играть в ее интереснейшую игру и увлекательнейшую игру под названием 60 секундочек. Пока еще нам ни разу не удалось спасти наших бедных несчастных персонажей, сколько я не пытался, но, может быть, сегодня нам улыбнется своей прекрасной ослепительной улыбкой. Так, быстренько чекаем, кто где есть. Так, вот вода. Здесь у нас тоже вода. Так, здесь у нас их двое. О, они здесь все в одной комнате. Прекрасно, значит, я первым делом вас всех отсюда приволоку. Приволоку. Сейчас хватанем Тимми, хватанем воду. Нельзя пока вот это отсюда убрать. Так, все понеслось. Так, Тимми, хлобысь и хлобысь вода. Вода, вода. Кругом вода. Ванда, вода. Ай, не в ту сторону побежал. Кругом вода. Так, назад к теткам бежим. Так, хватаем Долорис, хватаем Дихлофосиус, хватаем Водиус. Так, побежали назад. В убежище. Есть, сэр. Есть, сэр. Так, забираем Мэрику, Джейку. Мэрка, пошли. Так, и что мы еще по пути можем воду хватануть? Так, все. Выбрасываем. Так, что у нас здесь интересного? У нас здесь есть опять ружье. И есть вода. Так. В убежище, говоришь, да? Теперь не помешало бы немного супа хватануть с кухни. Вот сейчас мы это и сделаем. Хлобысь. Хлобысь. Ай, не успеваю. Бегом. Бегом не успел. Нет. Твоюж за ногу, а. Все так хорошо шло. Воды много сложил. Ну что ж. Пускай все неудачи будут. Будете вы в курсе всех моих неудач. Начнем заново. А как хорошо все шло. Ёхерный бабай. Ёшкин хоба. Да я понял, что конец. Я понял, что конец. Вот они сидят без меня, бедные несчастные, с водой и без еды. Да. Ну что ж. Вы погибли. Я понял. Отрицательных у меня не было никаких решений. Положительных тоже. Ну. Секонд попытка. А, все заново, да? Новая игра, разумеется. Классика. Апокалипсис. Малыш, да куда нам дальше? Мы на малышет вон не можем в бункер поместиться. Куды нам дальше? Так, осматриваемся. Вот у нас тетка. Вот вода. Значит, сам. Вот у нас ружо стоит. Где тут оно стоит? В этой комнате. Так, вот у нас Тимми, а вот Мэри Джейн, да? Ну давай мы сейчас хватанем Тимми. Давай хватанем Тимми. Так, Тимми хватанули. Хватанули суп один, суп другой. Так, относим Тимми в наше бомбическое убежище. Отнесли. Так, теперь, значит, берем тетку. И что-то у нас по пути. Аптечка. И у нас тут что? Противогаз. А, нет места. Понял. Так, выгружаем. Так, теперь, где у нас Мэри Джейна была? Вот она играет на своем прекрасном тромбоне. Забирай ее. Забирай воду. Все, больше ничего не можем. В убежище. Так, вот у нас поблизости есть кухонка. Вода. Супец. 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 Так, в убежище. Стульев понаставили, понимаешь ли. Так, теперь я далеко не могу ходить. Я могу только тут поблизости. Вода. Вода. Чемодан хренушки. Я понял. Так, а это что у нас тут такое? Вода. Ну и, пожалуй, все. Больше я ничего не успею взять. Сам-то, 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 сам-то. А, сам-то успел запрыгнуть. Ну что ж. В общем и целом все могло бы быть, конечно, и намного лучше. Но, что имеем, не храним, потерявши плачем. Кстати, ребятушки, девчонки, совсем вам забыл сказать же, совсем забыл сказать. В группе ВКонтакте, в моей, в группе ВКонтакте Ильи Зеридлера идет конкурс. Так что заходите, вступайте, присоединяйтесь, принимайте участие, подписывайтесь на канал мой, на канал Ильи Зеридлера. И будет вам счастье. День первый, добрались до убежища, чемодан, дихлопост, картишки, топор, ружьишки. Все отлично, никого не кормим, поехали дальше. Первый день натощак, вам после бомбежки не до жратвы. Так, день второй, второй день. Тимми, Мэриа, спрейт насекомых, Тет. Свет моргает. Так, мы больше надеемся, мы больше не деремся, но надолго ли вас хватит? Это я не знаю. Так. Суп есть, да? Давайте я вам дам супа. Давайте соберем шмотки. Так, у нас ничего нету, мы проснулись от капущего звука, казалось, что протекает труба, тролливали, заделает трубу. Нечем заделать трубу, я противогаз забыл взять, я забыл взять противогаз, Зиус. Зер гуд. Мэри Джейн стала фриком. Тимми жажда. А, у меня, по-моему, она когда фрик, его, по-моему, даже кормить не надо, что-то я смутно припоминаю. Ее можно отправить, она вернется и все приволокет и не заболеет, да? Мы немного знаем об акапакапакалипсисе, поэтому полагаем, что это нормально, когда из труп что-то течет, так что мы решили ничего с этим не делать. У нас сегодня подозрительно весело настроение, труба есть, конечно, ни при чем, совсем ни при чем. Какой кот-то! Вчера Мэри Джейн выглядела нормально, сегодня она стала мутантом. О, Мэри Джейн, что с тобой произошло? Но ее ничего не беспокоит. Так, значится, всем воды и всем еды. И отправляем прекрасно себя чувствующую Мэри Джейн. Ей ничего не надо, она такой фиолетовый фрик, что она просто всех порвет и все принесет. Так, Мэри Джейн фриком у меня еще ни разу не была. Фиолетовым. Так, у них все отлично, значит ничего я вам сегодня не даю, не кормлю вас, не пою. Все свободны. Так, дышим спокойно, вдох-выдох, вдох-выдох, вот так, не паниковать, не паниковать, нужно сейчас как-то открыть дверь, иначе мы все время откройте дверь. А зачем открыть дверь? Не надо ее открывать. Просто так дверь открывать не надо. Сидите спокойно на попе своей ровно выживальческой. Пятый день, видите, все живы-здоровы, с ума пока никто не сошел. Тимми нарисовал какую-то кракозябрину на стене. У вас все отлично. Как показала практика, кормить вас понапрасну бессмысленно. Поэтому мы вас не будем кормить понапрасну. Вы все равно, если что, истощитесь. День шестой. Трагическая музыка. Так, Тимми, жажда, жажда, жажда. У всех жажда. Логично. Так, ну тогда я вас напою, да и накормлю тоже заодно. Так, мы никогда не были большими поклонниками грибов. А, ну грибы есть можно, я помню. Я грибы ел. А тогда давайте я вам... Если не я ел, а они ели, тогда давайте я вам не дам еды, а вы наедитесь грибами. Да? Да. Вроде как вы ими нормально наедаетесь. А это вам засчитается за то, что вы поели? А хрен его знает. А сейчас узнаем. Да, засчиталось. Оба, заболел. Че, от грибов, что ли? Тед заболел. Твою ж, ешкина хоботу. Мы кое-чему учимся сегодня научились. Томатный суп на лыж и друг на стены грибы. Нет, фу. Странно, иногда с них было нормально. В прошлый раз мы грибы поели, все было хорошо. Понятно, придется вам пожрать, дать. Одному ему дадим, он больной. Странно, странно. Что так? Ну да ладно. О, Мэри вернулась. О, наш любимый мутант вернулся. Отлично. Голодная. Ух ты, ее кормить все-таки надо. У этих все хорошо. Тед выздоровел, моргает глазами. Мрюха, ты наша добытчица. Че ты принесла? Так, планировать заранее тоже хорошо. Трали и вали. Кто бы мог подумать, что деревянная мебель так долговечна. Это к чему? Че у нас Мэри принесла? Только один суп. И одну книжку про юных байтскаутов. Понятно. Тогда, значит, я Мэри дам покушать. А если берем вещи, я отправим ее еще раз. Радиу включить не можем. Может, Мэри принесет. Мэри, принеси нам, пожалуйста, Радиу. Радиу, она связала. Так, и она при этом стоит, да? Голодный по-прежнему у этих жажды. Значит, этим пить, Мэри кормить. Так, этим пить, Мэри кормить. Так, пить. Вот Мэри нам воды не принесла. Это, конечно, плохо. Но у нас еще пока есть. Кто пойдет? Конечно, Мэри. Конечно, Мэри пойдет. Она же неубиваемый фиолетовый мутант. День 10. Так, голодный. Ничего, ничего. Странно, этот жрать не хочет. А Мэри хочет покушать, да? То есть, фу, Мэри, Долорис. Долорис хочет покушать. И Тимох хочет покушать. Тогда Мэри и Тимохе покушать. А от нашей аптечки нет никакого толка. Вряд ли мы сможем купить что-то в аптеке. Поэтому нужно взять дело в свои руки. Есть идея, давайте используемся за необходимый лекарный спрей. Ну, давайте. Вроде как-то это иногда получается. Иногда получается. Иногда нет. О, аптечка получилась. Отлично. Так, все с ними хорошо. О, о. Супер гуд. Плюс аптечка. Минус дихлофос. Ну, логично. Тед в порядке, несмотря на то, что мир рухнул. Тед нормальный чувак. Не то, что Маккензи. Чуть что так сразу. Бухать! Так, 12-й день. Мы просидели в бункерце. Жажда, жажда, жажда. Так, Мэри Джейн, принеси нам, пожалуйста, воды. У репизоидов жажда. Мы так долго не протянем. Так. Хорошо. Мэрюха пока не пришла. Тринадцатый день. Музыка из собаки Баскервиллей. То есть из Шелока Холмса. Ну и в собаке Баскервилле она тоже была однозначно. Так, с ними все окейно. Что тут написано? Сегодня мы решили поиграть в игру Я Шпион. Все понятно. Тед в порядке, все в порядке, никого не кормим. У нас целое множество дуальных родственников. А, ну здесь можно фото найти. Давайте найдем. Я не знаю, как это нам поможет, нахождение фото, но пускай. Мэрюха пришла. Выглядит по-прежнему шикарно. Голодна. Главное, что не болеет. Главное, что не болеет. Что ты нам, Мэрюха, принесла? А ты нам воды не принесла, а приперл, зато много супа, да? Молодчик, Мэрюха. Вот это да, фотография нашлась в руководстве. Да, это так всегда было. Так, плюс один суп притащила и больше ничего. Так, ей кушать надо, да? А у остальных все в порядке. Угу. Тогда Мэрюху кормим. И сбагриваем ее еще раз в экспедицию. На третий заход. Радио нет. Мэрюха, принеси радио воды, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Так, смотрим. Жажда усталости. О, они все устали. Голод, жажда усталости, голод. Вот вы гады, а. Вот вы гады, а. Ну, давайте я вас всех напою. И всем дам пожрать. Мэрюха, как всегда, отчаливает. Гля, все-все негодны. Все устали. Хорошо, что хоть есть этот фиолетовый киборг. Его можно отправлять все время на задание. А вы тьху на вас. Тьху на вас. Тьху на вас. Тьху на вас. Устали они. А, они радио послушать не могут. Им без радио плохо. Их, ксельмокс, или нет у нас радио. Мэри, принеси радио и воды, пожалуйста. А то у меня тут этот троица кочурится напрочь. Так, Тимофей. Устал, устал, устал. Они просто устали. Устали жить в бункере. Главное, что нам нужно делать, это слушать радио. Да нет у нас радио. Нет у нас радио. К нам огонек, взгляну неряшный торговец, потрепленную сумку на плечо. Он предложил закричь простую моему банку. Он нам свой мешочек со всем усодержимым. Там кот будет. У нас есть аптечка. Если что, мы Теда вылечим. Пускай. Кот иногда находит полезные вещи в бункере. Еще на сумасшествие помогает, насколько я помню. Так, вот он он. Мяу. Шариков. Киск шариков. Жажда устала, жажда устала, жажда устала. Да, мы обменяли бунку. Банку, то есть бунку. Бунку вы обменяли. Бунку обменяли на кота. Когда там мурюха припрется? 19-й день. Мурюхи пока нету. Сейчас у этого сопли подекут. Так, усталые. Ну, я вас накормил и напоил, поэтому сидите тихо и мирно. Отдыхайте. Отдыхайте, коль вы такие усталые. Радио нету. К сожалению, нету. Мы ее не можем слушать ни по каким поводам. Так, приперлась мэрия. Так, она принесла воды немножко. Ты мой красавец. Цом, цом, цом. Так, голод. Усталость, усталость, усталость. Кот, на связи. Вот ни на кого из вас нельзя положиться. Одна мурюха, нормальная чувиха. И две воды, и два супа. Вот. И даже еще спреет насекомых кто-то приволок. Она же, наверное, да? Вот мурюха, нормальная чувиха. Кто же пойдет? Зынь-зынь. Мы думали, что уже никогда не услышим звук звонящего телефона. Ну, пусть Тимис гоняет на всякий случай. Я правда не знаю, зачем, но пусть гоняет. Может быть, это как-то влияет на ход дальнейших событий. Он там не заболел от того, что сходил. Нет, он по-прежнему устал. У этих жажды. У мурюхи голод. Так, когда мы поняли трубку, то услышали вздох облегчения, что-то, наверное, ну понятно. Так, давайте я всех накормлю. Всех напою. Танцуют. Ух, все. Собираем вещи. Мурюху, естественно, отправляем. Мурюху отправляем. День 22-й. Так, вы тут еще меня не заболели? Сейчас Тед у меня заболеет скоро. Скоро Тед заболеет. По-любасу. Картинки пошли наскальные. Мурюху кормим. И отправляем наружу. Только она годна. Никто больше негоден. Все никуда ни на что негодные. Что-то кот заорал. Кот, ты тут, а? Угу. Так. Усталость. Усталость. Мухи летают. Мэри Джейн вышла наружу. Давайте надеяться. Давайте. Так, время раздавать припасы. Никому ничего не дадим. Шариков появился у нас относительно недавно. А по-твоему с ним приходят. И хотите верьте, но сегодня мы заметили в ошейнике металлическую пластинку. Там кота по той пластинке идешь, вроде ничего путного. Он исчезает. Ну давай сходим. Давай сходим. Котой все время не ходил. Последние разы. Может он исчезнет. Тед хотя бы с соплями не зайдется. Жажда усталась. Жажда усталась. Жажда усталась. Так. Не успели мы добраться. Как на нашу двое мужчин в темных плащах. Не знакомцы к коту. Короче, пошли к коту. Сказали, что это их код. Это наш код. И мы его доим. Нам бы очень пригодился лишний запас проявления. Сегодня мы пересчитали цифры. Нам не понадобится самое время что-то принять. Мы знаем, что один из учителей местной школы шмок спасти группу детей. Завел их в здание. Но нам бы очень... В здании неподалеку, где они чувствуют себя... Но нам бы не помешало запасы. Не, ну зачем отнимать у бедных детей запасы? Не надо. Не надо. Не надо. Так. Устали по-прежнему, да? О, Долорес отдохнула. Ты же какая молодец. Отдохнула. Так, Долорес отдохнул. Никому ничего не дадим. Когда Тимми вернулся в убережье, он выглядел нормально. Ну, как и у вас, посарапался руку каким-то куском ржавого металла. Похоже, рана инфицирована. Нам ее нужно обработать. Давайте прижжем топором. Потому что у нас еще потом Тед заболеет однозначно. Или кто-нибудь другой. Топор нам особо не нужен. У нас есть ружье, если защищаться. Так, кот вернулся. Топор минус, зато Тимми вылечили. И прекрасно. Кот вернулся. Неплохо так, кот. Откуда он все время возвращается? Что-то про кота написано. Тимми мужество смирился с идеей прижигания. Сегодня утром мы с уделением обнаружили шариковое убежище. Понятия не имеем, как и зачем он вернулся. Так. Время раздать припасы. Но у нас вроде не жажда, ничего нету. Поэтому будем экономить. Поэтому будем экономить. Кажется, мы не одни. С нами большой волосатый кролик-монстр. Похоже, он прячется в наших трубах. Он высовывает голову и пялится на суп. Так. Ну, короче, он может сожрать суп. Ну, давай стрелять. Пусть минус ружье, но хотя бы суп останется. Я думаю, ружье в минусе будет. Да, так и есть. Ружье в минусе. Эх вы, не криворукие стреляки. Она, как всегда, голодна. У этих жажды и усталость. Так, Мрюха, что-то нам притащило. Вернулось. Ружье минус. Понятно. Так всегда, когда по кроликам стреляешь. А если не стрелять, наверное, так, две воды. А если... О, радио притащило и воду. Как я просил. Да какая же ты умница. Радио притащило и воду. Ну, тебе придется еще раз сходить. Потому что эти ни на что негодные банды каких-то проходимцев. Так, а нам нечем ответить. Да, они у нас сейчас все заберут. Вот ружье я испортил. И может игра на этом закончится. Но у нас же есть Мутант Мэрия. Она нас должна защитить. Так. Мутант Мэрия нас защитила. Мы лишились чего-то или нет? Патрон. У нас появились патроны, а их не было. Так, усталость, истощение, голод, усталость. С этой все отлично. Ну, сейчас посмотрим, что у нас тут было. Мы были уделены не меньше, чем сами бандиты, когда Мэри Джейн, друг, набросился на них. О, как я и говорил. Устроил эти мерзавцы в самую настоящую кровавую расправу. Нам почти стало их жаль. Почти. В стене мы обнаружили патроны. А, шариков патроны нашел. Ну, я говорю, он все время что-то находит. Так, что тут? Усталость, 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 голод. У этого какое-то странное истощение. Ну, давай мы его накормим и ее накормим. Мэриуха пойдет. Она как раз только защищалась. Может, ружье принесет или топор. Может, ружье или топор. На нее одна надежда. Вот не кода-код. На связи. Так, усталость, истощение, усталость. У этой все нормально. Так, Тиме больше кормить не будем. Нет никакого смысла. Так, любопытствую, да, не сгубила кота. Шариков нашел какой-то крошечный проводок. Ну, это мы, короче, сейчас чуваков найдем в каком-то микроавтобусе, по-моему, разрушенном. Когда пойдем по этому проводу. Так. Код. Жажда. 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 Усталость, истощение. Так, провод тянулся из старого ржавого грузовика. Устал соседского дома, открыв дверцем, у или двух обескураженных мужчин в огромных наушниках. Они подвели провод к убежищу и слушали их, короче. Зачем слушали, непонятно. Зачем слушали, непонятно. Радио. Послушаем, конечно, радио, но у нас теперь есть. Так, 31 день. Истощение. Усталость, истощение. Голод, истощение. Пу-пу-пу-пу. Истощилась наша Долорес. Ну, а если я вас всех накормлю? Агенты, которые за нами шпылили, теперь стучатся к нам в дверь, желая все объяснить, стоит ли их выслушать. Ну, давай, выслушаем. Не знаю, чем это кончится. Давай выслушаем. Так, мэрюха приперлась, воды притащила. Ух ты, моя красавица. Воды принесла, голодная. А вот еды ты не принесла, да? А вот еды ты не принесла, это плохо. Так, это были самые настоящие секретные агенты на ответственном правительстве. Тогда мы даже видели их удостоверение. Пускай мелькому послушали, они не нас, а кота. Понятно, они кота прослушивали. Тоже неплохо. Четыре воды притащила. Какая же ты умница, а? Давай воды всем дам. Тоже записка, которую мы сегодня нашли, на пороге стала большим сюрпризом. Для всех, которые не подписались. Но этот человек говорит, что следит за нами уже какое-то время и верит, что мы хороши люди. Он написал, что мы сегодня вечером прислали нового невооруженного представителя на встречу с ним. Ну, давай мы ее отправим. Она самая из нас боеспособная. Она, если что, наваляет. Она, если что, наваляет. Так, она, если что, наваляла, да? Голодный по-прежнему. Так, истощение, истощение, истощение. Встреча была организована близнецами, братом и сестрой, которые взялись себе за цель найти среди Ровенгорды всех порядочных. Так, ну и что с ними? От общения никакого толку, да? Мэрюха, голодна. У нас еды, кстати, мало. У нас, кстати, еды мало. Так, боевая готовность. Снаружи стоят какие-то люди. Ну, у нас Мэрюха есть. Она им сейчас всем накостыляет. Возможно. Были какие-то звуки странные. Так, были какие-то странные звуки. Истощение, голод, истощение, истощение. Мы были удивлены не меньше, чем сами бандиты. Опять Мэрюджин. А, Мэрюджин на них все время набрасывается. Это Зергутна. Но ее сейчас придется отправить. Давайте я вам всем дам воды, Мэрюджин. Я тебе не могу дать еды. У нас, глянь, с едой большие проблемы. У нас с едой большие проблемы. Ты, может, там что-нибудь пожрешь. Сама красавица. Мне этих еще орлов кормить чем-то. Они вон все истощены. Так, Долорес выглядит неплохо. Угу. Никаких нам действий на сегодня не предложили. 36 дней мы тут кое-как протянули. Протянули кое-как 36 дней. Семейные фотографии, истощение. Слушайте, ну я могу давать попить воды. Может быть, это хоть как-то вам жажду собьет. Не успели мы подумать, какой-то как к нам напали. Банда, приходим, вспломится в нашу дверь. Требую вывести белый флаг. Блин. Сейчас будет все плохо. У нас нету Мэрюджина. А что это они к нам так часто заходят? Что это они к нам так часто? Тимми пропал. Йоксель, Моксель. Они забрали с собой Тимми. Мы бессильно смотрели, как эти жестокие животные выволкли Тимми из убежища. Надеемся, мы еще его увидим живым. Ах ты ж, сукины дети. Забрали нашего Тимофея. Что бы вам пусто было? На улице опасная вооруженная женщина. К счастью, у нее закончат патроны. Женщина говорит, что охотит за диким монстром пустоши. Например, сейчас в цель является огромный паук-мутант. Она обещает, что у нее станет долгой, если мы ей поможем. Ну, давай, дадим ей патроны. Что нам с ними делать? Дашь на дашь. Так, пришла Мэри, но нет Тимми, к сожалению. Истощение, истощение. Мы лишились нашего прекрасного Тимофея. Мэри, вот если бы ты была... Если бы ты была, ты бы нас защитила от этих вонючих бандосов. Но тебя, к сожалению, не было. Тебя, к сожалению, с нами не было. С помощью технологического оружия связи, стащих из бумажных стаканчиков и нескольких метров бечевки, агентцы сообщили нам о новом своем секретном задании. Ну, пускай Мэри Джейн сходит. Ее вроде на мякине не проведешь. Она тут еще мордоворот. Так, а почему она ушла? Так надолго. Мы любезно согласились. Так, где ты поблагодарили нас? Мэри Джейн вышла наружу. Давайте надеемся, что она скоро вернется. А, она ушла. И мы надеемся, что она скоро вернется. Это что-то новенькое. Блин, опять что? Опять кого-то утащат? Гля, как только Мэри выходит, так тоже все время кто-то приходит. Ну, что это за дела? Да, Лорису волокли. Тед, ну ты что, мужичак это не заступился? Это печально. Тебе дай хоть накормлю и напою. Это один остался. Короче, я всех потерял. О, Мэриуха вернулась. Голод ушиб. Она там с кем-то дралась. Мы оставили карты в нужном месте. Теперь мы можем только ждать, пока военные определяют у нас место положения. А, эта карта не те. Развит операция. Развед операция оказалась весьма рискованным мероприятием. Нам пришлось забраться в такие трущобы, где в лучшие времена было небезопасно. натыкались на собак, на вооруженных, на клыки котов, собак-мутантов. Понятно, короче. В общем, было все сложно, еле живы остались. Мэри Джейн надо лечить. Хотя не надо вам воды. У нее голод же, да? Ну, я не знаю. Мэри Джейн я отправлю. Сегодня мы были очень необычный гость. Один из них ударял камень о камень, издавая напоминающий лошадиный голубь звук. А второй притворялся, что едет верхом на этой лошади. А что им надо было? Карта. У нас карты нету. Два дебила, короче, зашли. Типа на коне едут, да? Так, день 42. Истощение, голод. Блин. Мы зашли опять в тупик. Мы зашли опять в тупик. Мэрюха хочет есть. Это последнее. Наружу. Ну, пусть Мэрюха идет, а Тед будет подыхать с голода. А если кто-то придет, то волокутай его и все закончится. Верно? Верно. А сейчас кто-нибудь придет. Сейчас придут бандиты за Тедом. Это, я думаю, точно так и будет. Поэтому... А, ну им только нужен топор. Нет, мы не можем идти. У нас нету топора. У нас ничего нету. Мы сами бедные и несчастные. Ждем Мэрию Джейновну. Может быть, вернется. Хотя дайте воды дам. Может быть, вернется наша Мэрия Джейновна. Истощение. Нечем тебя кормить, Тед? Извини, брат. Кормить тебя нечем. Сегодня утром, когда мы услышали стук в дверь, то со страху перестали дышать. Но вскоре снаружи до нас донеслись детские голоса. Мы решили открыть дверь и увидели перед собой девочек-скаутов. Раньше они продавали печенье, а теперь переквалифицировались, иначе торговать другими вещами. Какие умные девочки. Они топор за чемодан прилагают. И патроны за радио. Ну, давай топор за чемодан. Будет хоть чем убежище свое защитить. А то нам нечем защищать. Во, у нас есть топор. Так, топор плюс, чемодан минус. Так, ну воды тебе дам попить. Мне больше тебе нечего дать. Видимо, агенты убедились в нашей преданности, раз вернулись новые просьбы после того, как мы выполнили задание. Теперь нам нужно великодушно отдать им пару банок супом и несколько бутылок воды для агента, работающих в полевых условиях. Мужчины сказали, что возьмут на себя все хлопоты по достатке провианта. А вот так я могу вам отдать? А почему? А, им четыре надо воды. Блин, у нас столько воды нету. Я бы дал, посмотрел, что из этого выйдет. Но у нас нет столько. У нас столько нет. Так, Тед. Что-то он все еще истощен и не более на воде, что ли, как-то протягивает. Так, радио. Давай. 48-й день. Тед один в бункере. На воде сидит у меня. Вот у него начался голод. Ох, Тадеуш ты мой дорогой, нечего тебе выдать. Все мы потратили. Жди Мэри. О, она пришла. Принесла супу. Голодна сама, но хоть не болеет. Хоть не болеет. Так, два супа и одну воду. Так, ему жрать пить, ей жрать. Ну, двоих, конечно, кормить проще. Банда каких-то проходим, влобится в нашу дверь. А, пока можно не тратить ничего. Пока Мэри Джейн с ними разберется, да? Хотя давай топор на всякий случай. Давай топор на всякий случай. Так, и что мы имеем? Голод, истощение, голод. Ага, голодные обои. На этот раз нам удалось дать отпор бандитам, но у нас нет никаких гарантий, что они не вернутся. Блин, опять минус топор. Может быть, просто бы Мэри Джейн, чтобы с ними подралась. Зря, наверное, топор в ход пустил. Сейчас она уйдет, Тед останется один. И все. И его сопрут. И его сопрут бандиты. Его сопрут бандиты и до свидания. Истощенный, мой дорогой Тадеуш. Опять армия. Так, ну армия лучше, чем бандиты. Противогаза нет, к сожалению. Но все лучше. Так, истощение. К нам кто-то стучится. Кто к нам стучит? Кто стучится в дверь? Моя с толстой сумкой на ремня. Опять агенты. Да нечего вам дать, дорогие агенты. Вы, конечно, могли нас как-то изменить. Сюжетную нашу линию. Но у нас нет. У нас немае. Дать вам ничего. Когда мы слышим стук в дверь, решаем открыть. И у нас всегда поднимается давление. К счастью, в этот раз это были не кровоженные грабители, а наши друзья-близнецы. Опять топор. Нет у нас топора. Нет, мы его бандитам отдали. В смысле, порубили бандитов топором. Морюха пришла. Топор вернул. Ох ты, моя умница. И голодна. И жратвы принесла. Тед заболел. Твою же за ногу. Тед заболел. Тед подхватил какую-то инфекцию. Да вот он вечно, Тед, подхватывает какую-то инфекцию. Разбойники, разбившие лагерь на нашу улицу, сводят нас с ума. Так. Ну мы давай, Мэри их должна побить. Ну или не побьет, мы сейчас узнаем. Или это будет конец. Не, Мэри им накостыляла. Мэри им накостыляла. Выходит, из-за убежища, провоцировать этих животных, не выходят наши планы. А у нас против нет никаких шансов. А, там надо было выйти. Я не дочитал. Там надо было выйти. Понятно. Мэри, ну ты можешь пойти. У Теда есть топор. Тебя придется посылать. Ты, может быть, найдешь аптечку. Потому что Тед, Тед долго не протянет. Тед долго не протянет. Ну давайте, покормлю и попою. Банда каких-то проходимцев. Ага. Ну вот как раз и топор нам пригодится. Может быть. Ох, какая стрельба. Сейчас опять топор поломанный. Ну ты там дал от порта паром, да? Угу. Так. Тебе ничего не дам. Опять эти агенты. Да нечего нам давать. Нечего, агенты, уважаемые, нам вам давать. Нечего. Ты не при смерти. Пока болеет истощение. Ну поешь, попей. Может полегчает. У нас заканчивают запасы и падает боевой дух. Отчаяние в нашем увешивании. Висит в воздухе. Мы знаем, что неподалеку питает небольшая группа цележек. Не, к пожилым не надо ходить. Они вам ушиб организуют. К пожилым людям не надо ходить. Пятьдесят девятый день. Так. Тед болеет истощением. Я его вроде кормил. Все. Все. Это конец. Конец на пятьдесят девятый день. Ломится банда, а у нас топоры кончились. Замки кончились и ружья кончились. Ну все. Теда забрали. Конец. Угу. Я так и знал. Слушай, а что они к нам так часто приходили-то в этот раз? Вообще задрали. Сколько раз они пришли. Мы думали, что эта банда никого не оставит живых. Но они этого не сделали. Зато Тед попал к ним в плен. Мэри не вернулась. Что там написано? Мэри Джейн должна была уже вернуться. Прошло слишком много времени. А, с ней случилось что-то плохое. Это, наверное, потому что Тед пропал. Это, наверное, потому что Тед пропал. На шестьдесятый день у нас конец наступил, да? Печальность. 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 Мы опять погибли. Так. Положительных решений четыре. Отрицательных три. Защитили свое убежище четыре раза. Двадцать семь предметов добыли в ходе экспедиции. И один из успешных экспедиций. Да нормально, шестьдесят дней прожили. Но только нам это не помогло. Нам это не помогло. Ну что ж. Ребятушки, девчатушки. На этом мы заканчиваем наш увлекательный выпуск. Выпуск серии по игранию в игру 60 секунд. Заходите в группу ВКонтакте. Принимайте участие в розыгрыше. Просто так на меня подписывайтесь. Просто так подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь еще на группу нашего друга Ильизы Ридлера. И на его канал в Ютубе. Тоже подписывайтесь. Подсказки в этом видео. Есть новый канал. Ссылки на нашу группу ВКонтакте. Есть в описании данного видео. Спасибо, что смотрели. До скорых встреч. И остерегайтесь. Банда. Держите наготове топор, замок и ружу. Адьос, амигасы.